Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию бельгийский тропистский Эль, тропист с Рашфор Эль. Итак, стиль этого пива – бельгийский крепкий темный Эль. Пиво верхового брожения, на английском языке это звучит как «Belgian Strong El». Бельгийская Аббасва Ноттердам де Сен-Рами расположена между Брюсселем и Люксембургом, в небольшом городке Рашфор, провинции Номюр. Аббасва существует уже около восьми столетий. Аббасва Рашфор была основана в начале XIII века, как женский монастырь цистерианского ордена. Позже цистерианцы покинули обитель и монастырь заняли монахи. Броварня здесь с 1595 года. За свою историю монастырь не раз оказывался в эпицентре вооруженных конфликтов и разорялся. Во время французской революции земли вокруг монастыря были заняты французской армией. Монастырь был разрушен, а на его месте была построена ферма. Новая история монастыря началась в 1887 году, когда его земли были куплены тропийскими монахами монастыря Аббасва Ахел Клёйса. Да-да, именно те, кто варит пиво Ахел, где и был построен новый монастырь. Вскоре после этого было восстановлено и пивоварение. Долгое время пиво в Аббасве Рашфор производилось с очень малыми объемами и исключительно для собственного потребления монастами. Свободная продажа пива Рашфор началась только в 1952 году. Как и в случае других тропийских пивоварен, доходы от продаж пива Рашфор традиционно направляются на обеспечение финансовых потребностей Аббасва, а также на благотворительность. Монахи-трописты здесь занимаются производством сыра, виноделием и, конечно же, пивоварением. Как известно, в производстве пива очень важна вода, а именно ее качество и химический состав. Недалеко от монастыря находится источник с очень чистой водой, которую монахи и используют для производства собственного пива. А уникальный штамм дрожжей, который хранится уже много лет, а также охраняется монахами, еще один секрет пива Рашфор. Пивоварня выпускает три сорта тропийского пива. Называются они Рашфор 6, Рашфор 8 и Рашфор 10. Как мы можем видеть, сорта отличаются числами в названии, но эти числа не имеют прямого отношения к содержанию алкоголя в данных сортах пива. Также они не имеют отношения к плотности в традиционных единицах измерения. Существует мнение, что они отражают плотность напитка в древних бельгийских единицах измерениях плотности, которые на сегодняшний день практически вышли из употребления. Еще одна троптовка говорит, что данные числа соответствуют количеству недель, в течение которых происходит повторное ображение пива после его разлива в бутылке. А у меня сегодня на дегустации Рашфор 8, то бишь Рашфор 8. Пиво Рашфор 8 удостоено высшей оценки в 100 баллов из 100 возможных на знаменитых пивных ресурсах Beer Advocate и Raid Beer. В 2004 и 2006 годах данный сорт пива стал обладателем золотых медалей на World's Beer Championship. То есть сегодня мы имеем дело с очень титулованным товарищем. Содержание алкоголя в нем 9,2%, плотность его 18%. Бутылочка 0,33, традиционный бельгийский объем. Выглядит бутылочка вот так вот. Коричневого стекла. Бескокликливое тиснение на ней. На бежевом фоне надпись ТРАПИСТ Рашфор. Ну и восьмерка в зеленом круге. Никакого особенного дизайна. Значок аутентичного трапистского продукта. Ну и собственно все. Очередной раз убеждаемся в том, что траписты в каком-то особенном дизайне не нуждаются. Досутственные в рекламе тоже. Пробочка зеленого цвета. На ней восьмерка. В общем совершенно не броская такая тривиальная бутылочка. Сделано в Бельгии. Давайте пробовать. Бокал у меня тоже аутентичный. И даже бирдекер. И только аутентичный. Вот могу показать поближе. Вот так вот он выглядит. Нарисован монастырь. Написано, что пиво сварено и бутылировано, ну разбито в бутылке монахами. Кстати, в составе у нас вода подготовленная, ячменный солод, сахар, хмель и дрожжи. Цвет у нас насыщенный, такой темно-коричневый, мутный, с довольно высокой степенью карбонизации пива. Посмотрите, как это выглядит. Пена невысокая. Возможно, есть какая-то зависимость от формы бокала. Бокал в виде кубка. Такая высокая пена, наверное, не есть при нашей самой такой форме. Пена состоит в среднем размере пузырей. Она бежевого цвета. Фруктовый, солодовый такой аромат. Станами темных фруктов. Груши, яблоки, сливы. Здесь карамель, цветочные ноты. Возможно, изюм, чернослив. Очень такой бархатный, концентрированный, мягкий, согревающий аромат. Очень сложный, интенсивный, фруктовый вкус. Вкус хлебно-дрожжевой такой, с сухофруктами. Здесь солодовая сладость, она компенсирована высокой карбонизацией. Вкус такой мягко-сливочный. Карамелька здесь, ириска, ноты яблочные, груша, слива, возможно, инжир, цедра апельсина, изюм, возможно, даже где-то перец. Кмелевая горечь тоже присутствует, она не особо концентрированная, но есть. Ее достаточно. Она такая, своего рода, деликатная. Тело среднеплотное, даже выше среднего плотности. Несмотря на заявленные 9,5% алкоголя, он не выделяется. Чувствуется, что данный сорт пива крепкий, но алкоголь здесь не выпирает на передний план. Вкус очень гармоничный, очень бархатный, мягкий, такой согревающий эффект алкоголя у него есть. Послевкусие долгое, терпкое такое, фруктовое, хлебно-дрожжевое, солод, немного кислинки. И оно такое теплое послевкусие. Очень вкусное, бархатное такое пиво. Резюмирую, это очень достойный сорт пива. Один из лучших в своей категории садитропистов, которые уже были на моей дегустации. Ему хочется остренького сыра с благородной плесенью. Либо шоколадного кейка. Это будет просто замечательное сочетание. Данный сорт пива из разряда тех, которые обязательны для дегустации. Ибо он является одним из эталонных образцов бельгийских стронг-элей. Так как пивоварение в монастыре не является коммерческим. А тропийское пиво доступно в очень ограниченных количествах. И весьма желанно ценителями пива во всем мире. Цена на него не может быть низкой. Регулярная стоимость данного пива в 0.33 в Украине порядка 70 гривен. Мне тоже печально, но такова реальность. Это приблизительно 2 доллара 80 центов на американские деньги. Пейте правильное пиво. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь в мою группу в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья.